Слава Богу, дорогие братья и сестры! Детки выступили, говорю супруге, что-то сегодня не хлопали. Она говорит, да, на удивление, сегодня все по-христиански. Сегодня День Матери, но я хотел бы расширить немножко эту тему, потому что, знаете, бывают моменты, когда женщина достойная, но она не вышла замуж. Бывают моменты, что женщина достойная, но она бесплодна. Бывают моменты, что женщина достойна, но она слишком рано стала вдовой и не успела стать матерью. Но это не означает, что мы не можем взять что-то из жизни этой женщины. Я знаю, что в День Отца мы всегда берем бездетного Павла и начинаем проповедовать про духовное отцовство. Я бы рискнул проповедовать про духовное материнство, но такого понятия нет, и вы скажете, не придумывая новых терминов. Поэтому просто тема моей сегодняшней небольшой проповеди так и называется «Подвиг женщины». «Подвиг женщины». Это как раз та ситуация, когда женщина вышла замуж, но вдовела очень рано и не успела стать матерью. Но она сделала очень важный поступок для израильского народа. И это событие произошло в VI веке, когда Навуходоносор надвигался на Израиль и хотел уже завоевать его. И вот эта женщина, которая овдовела, потому что ее муж умер от солнечного удара, она была красива, она осталась вдовой. И вот она сделала то, что спасла Израиля, поскольку она убила этого военачальника, который пришел. И кому-то из вас эта история не знакома, вы думаете, откуда он это читает? Похожая история есть в 4 главе книги Судей. И в 5 главе книги Судей Девора и Ворак поют эту песню про женщину, которая взял кол, пригвоздила Сесару к земле, и она, собственно, спасла Израиля. В те времена вообще достаточно было убить правителя или военачальника, и все войско разбегалось. Но героиня нашей сегодняшней истории это будет Иудив. Второканоническая книга или неканоническая книга, в латинском переводе вульгаты она есть, и в греческом септуагенте она тоже есть. Как говорится, читать не запрещено. Там всего 16 глав, но если вам лень читать, я прочитал ее за вас. Там 16 глав, и сама Иудив появляется только в 8 главе. И вот я хотел бы, посмотрев на эту женщину, повторюсь, сегодня будет необычно. Я буду читать вам стихи из Библии, но они не будут высвечиваться, потому что вряд ли у наших операторов есть полная Библия. Но в любом случае, я хотел бы посмотреть на эту женщину с точки зрения христианской. Вот она жила в 6 веке, да, возможно, она не знала всего того, что знаем мы, не слышала столько проповедей. Но вот ее само отношение перед Богом, когда я перечитал эти главы внимательно, оно мне просто шокировало. Порой мы, новозаветные христиане, не так ревностно служим Господу или пользуемся при любых обстоятельствах благами, которые нам выпадают. Она на добровольной основе решила отказаться от многого, чтобы служить Господу. И впоследствии Бог ее использовал для того, чтобы спасти Израиля. Я знаю, что отношение к этой книге разное. Кто-то считает ее более богодухновенной, кто-то считает ее менее богодухновенной. Но интересно, что как бы кто ни считал, ее читают все. И те же евреи, которые ее в канон не внесли, и те же переводчики Библии, которые переводили на греческий, на латинский язык, тот же Иероним. И вот интересно, что вот есть молодая женщина, муж ее умирает, так можно сказать, ну нелепо, от солнечного удара. Был в поле, солнце нагрело ему голову, он пришел домой и скончался. То есть, ну, она ничем не обделена. Мы будем об этом говорить дальше, что она красива, что она богата. Ну, не она сама богата, а от мужа досталось богатство. Но при всем при этом она всем этим не пользуется. Знаете, это очень такая тонкая тема. Иметь возможность себе позволить, но этим не воспользоваться. Мы обычно чего-то не имеем, потому что не можем позволить. Но чтобы иметь возможность, иметь финансы, но не пользоваться, это в наше время большая редкость. И вот мы находим, что она была очень скромна. Это будет Иудив 8.5. Она сделала для себя на кровле дома своего шатер, возложила на чресло свои вретище, и были на ней одежды вдовства ее. Напомню, она очень молода, потому что она была вот, ну, не то чтобы свежей вдовой, она три года уже была как вдова. Она была очень молода и красива, но при этом она сделала шатер, оделась в специальную одежду, показать, что она вдова, и всех кавалеров отваживала от себя. И она посвятила свою жизнь служению Господу. Мы когда говорим вдова, и Павел говорит, если вдова не менее как 60-летняя, омывала ноги святым, была замечена в странноприимстве, благословляла, такую принимайте. Она же была молодой вдовой. По своим принципам каким-то она и выходила замуж. И вот смотрите, какая скромность иметь большое богатство, но на кровле дома она делает этот шатер, и она там пребывает. Как сегодня важно нам, верующим людям, быть скромными. Просто по-человечески быть скромными. Вот просто не показывать то, что даже возможно и есть, на показ. Просто быть скромными. Если больше есть, если больше знаешь, если больше понимаешь, при всём при этом быть скромным. Далее то, что я прочитал в Иудив 8 главе 6 стихе, меня поразило. Мы иногда говорим про фарисеев, что они постились два раза в неделю, и Христос говорит, что они правильно делают, но не нужно оставлять милосердие и жертву, и милость не оставлять. Но эта женщина меня поразила. Тут написано, она постилась, читаем вместе. Получается, она постилась пять дней в неделю, перед субботой пост заканчивался, в субботу праздник поста не было, и дальше опять начинался пост. Если был какой-то праздник, кущи, седмицы и прочее, в те дни она не постилась. То есть она постилась в обычную неделю, в обычный месяц, она постилась пять дней в неделю, два дня в неделю кушала. Пять дней в неделю, два дня в неделю кушала. Я думаю, те проповедники, которые хвастаются иногда сорокадневными постами, они были бы посты жены, потому что она это делала на протяжении трёх лет. Нет, это не сделать раз в жизни, и потом всем рассказывать, что я лучше, чем вы. Она это делала на протяжении трёх лет, и при всём при этом она была скромной. Вот обычная еврейская женщина, и при всём при этом она была скромная. И она постилась. То есть когда она хотела... Ещё раз, мы, когда говорим о молитве и посте, мы как-то автоматически подразумеваем, что молитва и пост — это обязательно за что? За нужду. Ну, чтобы молитва была услышана, особенный упор нужно сделать, нужна молитва и пост. То есть мы обычно редко берём молитву и пост благодарности. Сегодня я в посте. За что молюсь? И ни за что, я просто в посте и благодарю. И она вряд ли рассчитывала, что муж воскреснет. Она просто брала посты, потому что она хотела близких отношений с Богом. Не написано, что она чего-то просила, что она чего-то желала. В принципе, материально ей хватало, и она пользовалась этим очень скромно. Но она просто была в посте, вот удивительный принцип, для того, чтобы иметь ближе отношения с Богом. Не за нужду, не за беду, не за какую-то проблему, а просто, чтобы быть с Богом ближе. Это при всём, что она не была ни на одном ретрите, ни на одной конференции. Человек вот сам понял, что укреплять отношения с Богом можно одним способом. Вообще, укреплять отношения с Богом можно единственным способом – проводить время с Ним. Чем меньше мы проводим времени с Богом, тем меньше мы Его знаем. Чем меньше мы проводим времени с человеком, тем меньше мы Его знаем. Если вы видите своих детей один раз в неделю, вряд ли вы можете похвастаться, что вы их знаете хорошо. То есть на все нужно время. Иудив 8.7. Она была несребролюбива. Несребролюбива, то есть она не любила деньги в понимании, что деньги ради денег, чтобы было больше денег, потому что без денег и жизнь не мила. То есть она была несребролюбива. Написано, она была красиво видом. Инстаграма тогда не было, поэтому она постить ничего не могла и, наверное, не хотела. Она была красиво видом, весьма привлекательно взором. Пишет это не она. Это тоже очень важно, что книгу Иудив писал не Иудив. Женщинам тогда не разрешалось писать книги, поэтому кто-то пишет о ней, что вот она была красиво видом, весьма привлекательно взором. Муж ее монассия оставил ей золото и серебро, слуг и служанок, скот и поля, чем она и владела. То есть у нее все было. То, о чем мечтает большинство девушек, наверное, в этом мире – красота и богатство. Красота и богатство. Было все. Мужа не было, но была красота и богатство. Но она при всем при этом не прилагала свое сердце. Вы знаете, что проблема не в богатстве. Одному дай миллион, и он просто разрушит свою жизнь. Другому дай миллион, он возгордится высоко. Третьему дай миллион, а он будет вести себя, словно он работает на минимум вейдж. Вы знаете, ты не скажешь по человеку, что он какой-то там… Он просто скромный. Он просто не прилагает к этому сердце. Он использует финансы так, как словно он управитель деньгами, которые дал ему Бог. Вот очень важно. Управитель деньгами, которые дал ему Бог. Я знаю, вы тут сидите, соглашаетесь, но вопрос десятины, он вызывает расколы в церквях. Потому что мы спокойно отдаем 15% государству и не возмущаемся. Но как только касается вопрос Бога, мы начинаем говорить, новозаветнее учение, не новозаветнее, стоит, не стоит, а сколько надо, а надо отлаживать и все отдать сразу или по крупицам, а десятина – это только в церковь или вообще пожертвование Богу и прочее, и прочее, и прочее. Она сердце к деньгам не прилагала. Иудив 8.8. И никто не укорял ее злым словом, потому что она была очень богобоязнна. Понятно, если человек пять дней в неделю постится, то как ты ее укоришь? Она была скромно одета, на ней ничего внешне не было показано, она постилась очень много. Напомню, эта ветхозаветняя женщина жила в VI веке. Она просто, вот еще раз говорю, ей ничего особенного как бы не надо было. То есть это все не из-за нужды, это все не из-за проблемы, это все не из-за больных детей, это все не из-за устройства церковного служения. Она просто так делала, потому что она чувствовала, что так нужно делать. Просто так, безвозмездно, то есть бескорыстно. Она вообще не думала, что сейчас вот похвалят, или сейчас придет красивый жених и заберет меня сразу. Дальше мы будем говорить об этом, что когда она совершила то, что совершила, она все равно осталась одна. И она продолжала жить так, как она жила. То есть все это было сделано без умысла. Понимаете, в служении иногда люди идут с каким-то умыслом, пользуются материальными благами с какой-то выгодой, приглашают в дом гостей с каким-то двойным таким, знаете, с двойной мыслью, что вот я тебе, ты мне, и вот такие вот отношения. Она все это делала бескорыстно. И почему меня поразила эта женщина? Потому что такое бескорыстие, даже в наше время, это большая редкость. Еще раз напомню, что женщины в Ветхом Завете — это угнетенный класс. Женщины в Ветхом Завете — это не современные женщины. Женщины в Ветхом Завете — это угнетенный класс людей. Они часто бесправны были, и муж мог делать иногда, что хотел, и разводное письмо давать, если нашел в ней что-нибудь противное. Мы говорили про это толкование, это такое широкое толкование, что-нибудь противное. Посидела и что, отпускать ее? То есть или испортилась фигура и отпускать ее? Что такое что-нибудь противное? Но она была очень богобоязнена, и об этом говорили другие люди. Она имела понимание времени. Вот еще раз, знаете, вопросы одежды в церкви люди поднимают, служителя поднимают, не потому что служителям больше всех надо, но вообще вопрос одежды. Раньше, кстати, был момент, этого мне Света добавили, чтобы я жмурился. Вопрос одежды в церкви раньше касался только женщин. Но мы живем в такое странное время, что теперь вопрос одежды в церкви касается всех. Ну, мода такая пошла, что все одеваются непонятно. Но эта женщина имела понимание, когда и что нужно одевать, то есть для какой цели. Мы всегда говорим, что когда мы приходим в Дом Божий, вообще приходя в Дом Божий, мы приходим не для того, чтобы заценили мои новые брюки, или новое платье, или новую цепочку, или укладку моих волос. Мы приходим в Дом Божий, чтобы прославить Господа. Поэтому в Доме Божьем мы должны максимально направлять внимание людей к Богу. Еще раз, максимально направлять внимание людей к Богу. Не к тому, как я одет, не к тому, как я себя веду, не к тому, как я хожу по сцене, а максимальное внимание к Богу. И вот тут интересно, что когда ей ничего не надо было, она жила скромно. Но у нее была задача пробраться как-нибудь к этому Аллаферну в лагерь, в стан, для того, чтобы вывести его из строя, скажем так, мягко. И вот смотрите, что она сделала в эсфире 10 глава с 1 стиха. Когда она перестала взывать к Богу, у нее появился план, и она пошла молиться. Она долго молилась, она была в посте, и когда у нее родилась эта мысль, уже оформилась окончательно, она начинает действовать. Не наоборот. Очень важный момент. Не сначала сделала, а потом молюсь и думаю, а сначала молюсь и думаю, а потом делаю. Когда она перестала взывать к Богу, Израилеву, и окончила все эти слова, то поднялась на ноги, позвала служанку свою и вошла в дом, в котором она проводила субботние дни и праздники свои. Здесь она сняла с себя вретище, которое надевала, сняла и одежды вдовства своего, омыла тело свою водою, намастилась драгоценным миром, причесала волосы, надела на голову повязку, оделась в одежды веселья своего, в которые она наряжалась в одни жизни мужа своего монассии, обула ноги свои в сандалии, возложила на себя цепочки, запястья, кольца, серги, все свои наряды, разукрасила себя. И вы так думаете, ну, обычное утро жены христианки перед собранием, да? Но тут другое немножко. Чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее. То есть это другая женщина, не та, которую муж видит каждое утро, а тут наложила все, что можно было наложить, но цель была определенная, чтобы прельстить глаза мужчин. Она была женщина красивая, так написано, она все это на себя одела и пошла, так сказать, на секретное задание. Но она имела мудрость. Вы представляете, чтобы так она... И она, кстати, когда оделась, она вышла за стан, то есть она вышла за город и она пошла в вражеский лагерь. Если бы она, о вдове, так ходила постоянно по улице, то никто бы не сказал, что она женщина богобоязнная. Сказал, ну, конечно, вдова, денег муж отвалил, умер, теперь она ни в чем себе не отказывает, женщина, наверное, какая-нибудь ненадежная, и вот она транжирит деньги. Но на самом деле она была женщина богобоязнная, и она знала время и место. Приди она во вретище, ее бы даже в стан не пустили, но тут обстоятельства требовали. И она сделала это, потому что цель была, чтобы прельстить глаза мужчин. Очень важный момент, очень важный момент, как для нас христиан. Благочестие, когда тебя не видят свои. Вот, мне кажется, это самый фундаментальный момент, и это вообще даже основная причина, почему люди живут двойной жизнью в церкви и вне церкви. Потому что в церкви свои, свои я беру в кавычки, то есть наши, свои, те, кто знает тебя, видят. А где-то за стенами церкви, на работе, или где-то далеко уезжаешь, или на отдыхе куда-нибудь уехал человек, там свои не видят. И вот интересно, что эта женщина была благочестива, когда ее не видели свои. Она пришла во вражеский лагерь, и никого из евреев, кроме ее служанки, там не было. И вот знаете, мы иногда говорим, что дети, когда уезжают учиться, юноши, когда уходили в Советском Союзе и на постсоветском пространстве в армию, когда куда-то уезжают от родителей, они начинают срываться с тормозов, потому что свои не видят. Своя молодежь, свои родители, свой пастырь, никто не видит. И человек начинает делать то, что ему угодно. Но вот эта женщина, еще раз говорю, потому что у нее не было мотива какого-то или причины для того, чтобы чего-то просить у Бога. Она просто хотела служить Богу. И вот когда она ушла за стан, попала во вражеский лагерь, она была благочестива, даже когда свои ее не видели. Тут интересно написано в Иудив, 12 глава, 1-2 стих. «И приказал везти ее туда, Аллаферный этот, где хранились серебряные сосуды его, и велел ей пользоваться пищей от стада его и пить вино его. Но Иудив сказала, не буду есть этого, чтобы не было соблазна, но пусть подают мне то, что принесено со мною». Вы помните, что Даниил в начале своего служения сделал что-то похожее? Свои-то не видели. Его вообще увели в другую страну. И вот Иудив делает по тому же принципу. Никого нет. Ешь мясо, запивай вином, веселись, ты и так уже одета прилично, и исполняй свою функцию. Но она понимает, что ее задача не только прельстить глаз этого военачальника, но при этом не согрешить. Еще раз. Вот тут важный момент. Она же пошла туда не грешить, она пошла туда, можно сказать, на боевое задание. И поэтому, если бы она воспользовалась всем тем, что ей давали там, она бы могла потерять благорасположение Божье. Знаете, мы иногда думаем, ну, чуть-чуть сделал, ну, так ситуация сложилась, ну, так получилось, ну, все нормально. Главное, что я сделал. Ей важно было не сделать, а ей важно было сделать по Божьей воле, потому что перед этим она молилась и постилась. И вот она приходит, никто не видит. Ешь себе втихаря, делов-то. Знаете, когда-то в армии, я помню, ночью меня разбудил хруст. Это у нас один товарищ додумался грызть сухари под одеялом. Этот хруст разбудил не только меня, а еще 58 человек, и поэтому пришлось ему всю ту посылку съесть до утра. Ну, ему было, конечно, плохо, но не суть. Нельзя так делать. И вот она могла бы тоже втихаря где-то спрятаться и съесть. Но она говорит, я не могу этого делать, пусть я буду есть те кошерные продукты. Жалко, Жени с нами сегодня нет. Есть такие кошерные продукты, и соблюдение этого называется кашрут. Но она принесла свои кошерные продукты, их ела, чтобы не скверниться от этого Аллаферна. И вот интересно, что эта женщина подавала личный пример. Мы всегда говорим, что служитель должен подавать личный пример. На самом деле любой христианин должен подавать личный пример. В этом и есть личное свидетельство. Пятое Евангелие вообще, это не Евангелие пастыря в вашей церкви. Пятое Евангелие, это не Евангелие епископа вашего братства. Пятое Евангелие, это ваше личное Евангелие. И вот тут интересно написано, Иудив 14, 10. Ахиор же, видя все, что сделал Бог Израилев, там есть такой человек, я не буду рассказывать всю его историю, искренне уверовал в Бога. Еще раз говорю, он не просто уверовал в Бога. Вот этот Ахиор, Маденитянин или Мавитянин, если не ошибаюсь, он увидел, как эта Иудив поступала, и он посмотрел на нее, и он понял, что эта женщина действительно знает Бога. И вот тут интересно, что он не только искренне уверовал в Бога, но он обрезал крайнюю плоть свою, присоединился к Дому Израилеву даже до сего дня. То есть он пошел даже на обрезание, стал празелитом и начал исповедовать иудаизм. Когда сегодня мы говорим о том, чтобы приводить неверующих людей к Богу, мы должны понимать, что должен быть личный пример. Что когда человек смотрит на другого человека, ему интересно, и ему, возможно, где-то захочется быть таким же. Для этого мы должны быть примером. Эта женщина это понимала. Опять, она все это делала не для показухи. Для показухи можно сделать, что вот я образцово-показательный проповедник, служитель или просто христианин, следуйте за мной. Но она это делала от чистоты сердца, и потому Бог благословил ее намерение. Иудив 16.19. Иудив же принесла все сосуды Алаферна. Она сделала то, что сделала. Войско разбежалось, стан по обычаю тех времен разграбили, принесли все. И ей, как человеку, который, по сути, осуществил эту победу с Богом, ей дали много. Ей дали золото, серебро, все, что только можно, сосуды всякие. И вот смотрите, что она делает. Иудив же принесла все сосуды Алаферна, которые отдал ей народ, и занавес, который она взяла из спальни его, и отдала в жертву Господу. То есть она не уехала в путешествие на полгода, там вокруг света, она просто отдала Господу. Хотя, еще раз говорю, по еврейскому закону она была вдова, и она не была связана какими-то вот такими затягами. Она сама себя затянула для того, чтобы пребывать в общении с Богом. Это и называется, наверное, self-control. Это и называется, как это даже перевести, то есть самоконтроль. Это и называется, когда ты сам себя контролируешь, когда тебя не контролируют другие. Еще раз говорю, служителя вас не видят. Вас дома видят муж, жена, дети, но когда вы уезжаете куда-то, не видят ни жена, ни дети, ни муж. Получается, самоконтроль — это то самое важное качество, которое должно быть у христианина. И вот заканчивается ее жизнь. Жизнь простой женщины, о которой мы бы, возможно, не узнали, если бы ее иероним не перевел на латинский язык и септуагинта на греческий. Иудив 16, 23 и 24, она приобрела великую славу, состарилась в доме мужа своего, прожив до 105 лет, отпустила служанку свою на свободу. Она умерла в Витиуле и похоронили ее в пещере мужа в Монасии. Дом Израиля оплакивал ее семь дней. Имение же свое, прежде смерти своей, она разделила между родственниками Монасии, мужа своего, и между близкими из рода своего. Она понимала, что в гроб, в гробницу с собой она ничего не заберет. И вот тут очень важно, что она с собой по смерти что забрала? Первые их три слова, четыре даже, она приобрела великую славу. Не сказано, что она приобрела большие деньги, что она повторно вышла замуж, что она что-то сделала, хотя вдове можно было это сделать. Она приобрела великую славу. Сегодня все мы идем в небо, и сегодня мы празднуем День Мамы, и сегодня мы говорим о том, что наши женщины – это наш тыл и опора, и я продолжаю говорить, что успешный служитель, любой успешный служитель – это на 60% заслуга его жены. Я так говорю не потому, что я подкаблучник, а потому, что это на 60% заслуга его жены. Если бы она не отпускала его на конференции, он бы туда не ехал. Если бы она не принимала гостей, они бы к нему не ходили. Если бы она не воспитывала детей, то дети сами понимаете, где бы были, потому что женщина порой больше проводит времени с детьми, чем мужчина. Поэтому любой служитель – это всегда тыл. И вот эта женщина, и сегодня мы говорим про женщин, мы сегодня говорим про матерей, про бабушек, про сестер, про племянниц, про тёть. Знаете, это очень важно быть примером. И возможно, после нашей смерти, наши дети или наши внуки, тоже выйдя на кафедру, может быть не эту, какую-то другую, и со слезами будут показывать наши фотографии и говорить, что вот моя бабушка, вот моя мама, вот моя дочь, вот моя сестра и прочее, и прочее, и прочее. Так будут они говорить только в одном случае. Если вы, дорогие сёстры, будете примером для своих, детей, для своих мужей, для своих братьев. Пусть Господь вас всех обильно благословит. Аминь. Давайте мы помолимся.